Садался своим ходом ехать на смотровую площадку от Скверх. Сейчас на такси до Тинглинки. Там пешком 4 километра с поселка Лермонтово. На такси доехал до Тинглинки с улицы Строитель 17, но по карте как бы этого дома нету. Как показывает гугл карты, что это крайний дом с откуда начинается эта тропа. Обошлось мне 440 рублей от Лермонтово до начала тропы. Дом этот мы не могли найти, такси скрутился, потому что его нету и соответственно не могли завершить поездку. Вот на этом месте поездка завершилась. Я думаю вот эта тропа. Пойдем смотреть. Так по поселку Тинглинка ехал, там вроде остановки есть автобусные. Когда я приду обратно, узнаем может обратно на автобусе можно будет ехать. Все пошли. Время сейчас пол седьмого. По гуглу вроде 4 километра в горы до этой площадки. Посмотрим сколько по времени это займет. Теоретически я планирую до обеда подняться и спуститься. Пойдем. Все. Где дальше эта тропа? Непонятно. Пойдем. Киржевика не знаю правильно или нет в общем не доходя до этого дома заброшенного и здесь такой поворот тропинка такая небольшая вы куда-то идет вот может это она есть пойдем посмотрим что-то вроде похоже надеюсь что это она лиса на горах здесь заросли вообще как бы не сравнить то что мурманской области горы там одни лишайники растут на горах средней азии тоже в основном травы деревьев нет но здесь краснодарский край смотрите все деревья в этом саратовской области хвалынск там похоже тоже деревья на горах но не так часто кажется то есть там поменьше по проходиме скажем так здесь все заросли непонятно уроками тропинки ну скорее всего это ручей бежал это скорее всего похоже на тропинку важность есть немного поднялся уже жарко становится начинаю потерь часа через два когда солнце выйдет на вообще буду хата здесь я так понимаю эта тропа не пользуется у туристов популярностью если бы пользовался здесь уже экскурсии с утра были бы приходили таким прикольно чокнутым как я который одному неизвестно куда идти охота какой-то мурманской области полярных зорях пошел до водопадов если группу не встретил бы скорее всего развернулся бы а а так на мальденово руду рудники посмотрел ну и конечно там было бы немного очковано когда увидел следы медведей не хотелось бы там одному посвечать их но не знаю что здесь живности но надеюсь у меня все пройдет благополучно ножик не взял хотя были мысли ничего такого нету да тишина пугает и кило мальска кто-то кто-то идет там сзади там рассвет одна тропа вниз другая вверх вот и думай куда идти я веду какие-то но из логички на скорее всего наверх чином не заделась он скорее снизу еще другая гора будет пойдем наверх когда спускаться буду не опустить этот поворот незаметный это побегу вниз точно заблужусь крутые подъем таки не скажу что сильно напрягает но напрягает полтора километра прошел по приложению шагометр читаю под устал чуть если и картам то у меня осталось еще два с половиной километра в гору идти выка 4 километра склон крутой и сперзил детей с собой то мы бы уже развернулись давно ушли бы обратно мы бы не осилили такое впечатление кого-то здесь на машинах еще ездит колея по объектам деревьев да если ездит то интересно таких неужели есть такие экскурсоводы которые в гору людей возят по этой тропе сколько в гору людей возят по этой тропе уникальные вау вау соприколики не по моему похоже на площадку то что я видел в гугле на фотографии там панорамный вид наверное это она сейчас посмотрю по шагометам сколько это заняло километров ух ты вот это да вот это горы С пауэлемой машины по двадцатому ездят. Галя такая. Скорее всего на горизонте это море. Ух, да. Вот так вот. Блин, ребята, я тащусь вообще. Это классно. На самом деле, это впечатляет. Вид. О, красота. О, вермонтова вида. Здорово. Да, любителям туристических походов. Сегодня горит в этой тропе своим ходом. На такси вчера днем смотрел. 230 рублей стоило. Утром 440. На такси. 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 Там нужно ездить. Подешевле. Заплатить за такси. Или мы сейчас. Оранга поеду. Земляем. Сколько там. у вас здесь ценники 1400 за любую экскурсию, на лошадях, на джипах, на водопадах ну и на такси еще есть вчетвером, это вообще копейки очень здорово не охота посмотреть, что там капуста да, крутой реально своим путем через эти леса не пройдешь дальше все начинается спустя гора ну а куда-то еще вверх едет ну там лес я туда не пойду, через лес там, скорее всего ничего не увидишь ну а куда-то ничего не пригодится Вот такой вид отсюда на Лермонтов и на море Мирсио И вот какие горы вокруг Лермонтова Там тоже он Ну как солнце зайдет вообще жара будет Рядом с морем там дышать нечем И вот после сиденья Солнце светит И я не скажу какой жар То есть солнце не пекет как внизу Там вообще аж обжигает Ну что, пообалдел я Минут сорок полюбовался этой красотой И решил надвигаться обратно Подъема дороги до этой смотровой площадки 3 километра 350 метров в гору В общем, как бы не 4 километра Так что Хотите так отдохнуть Смотрите видео, где дорожка начинается И вперед в путь Сейчас Там главное мне поворот Не прошляпить Который вниз идет А то я не буду все Обратно Без переключения Сейчас спускаюсь С горы То есть площадки с этой Оскар И реально вот Душно становится Как бы Может из-за ветра Потому что сильно ветер был Казалось, что Солнце не жарит Прохладно А здесь вроде ветер И ну Чувствуется духота Наверное еще ниже там Уже все Будет солнце Шпарить Обжигать Как и обычно Вверх Трудно Подниматься Вниз Тоже Ноги устают Как бы На спуске Ну там Горы Через лесовина Что-то Чирикает Не чирикает Непонятно Что это за птица Сороки что ли Не frustу Это Тер tissues Тер Тер Блин, вот где вот сидит щенок? Чирико, блин Непонятно, птица, ни птица вообще не видно Бесприродное какое-то чириканье Бревно, которое я старался запомнить Сейчас внизу будет разделка Будет направо, а не налево Дай, когда вверх поднимаешься, упасть не боишься А вниз, что задумаешь? Сейчас вот упадешь Ну вот это развилка Вот тропа налево уходит Это еле на заметно направо, с которой я пришел После нее начинается крутой подъем на гору После которой вы выйдете на площадку Аскер В общем, по-моему, это половина пути здесь Но чуть-чуть меньше Там была развилка наверху Как бы я выбрал одну дорогу Вот по этой тропинке пошел Думал, что по этой дороге был ручей Ну, скорее всего, я по этой поднимался Вот как бы все дороги ведут вниз Так что заблудиться не получилось Я думал, здесь уже немного осталось спуск Пока на данный момент у меня задумает Ну, 35 Вверх больше было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал!